Мировые лидеры договорились уменьшить выбросы и перестать вырубать леса. Насколько эти меры достаточны для сдерживания глобального потепления и есть ли у планеты реальные шансы на спасение? Ответы искали наши корреспонденты. Стали еще ближе. 28 интеграционных программ подписали Россия и Беларусь. На что нацелен такой союз и кому от этого выгодно? Рассуждение политолога в рубрике «Что дальше?». Европа вновь может столкнуться с масштабным миграционным кризисом. Что происходит на польско-германской границе, где прямо сейчас находятся сотни нелегалов из Ирака, Сирии и Афганистана? Все подробности в специальном репортаже из лагеря беженцев. Всю неделю мир следил за климатическим саммитом в Глазго. В Шотландии собрались больше ста лидеров государств впервые с момента заключения Парижского соглашения в 2015 году. Саммит запомнился лозунгами, громкими призывами и взаимными претензиями политиков. Несмотря на критику ученых о том, что мир такими темпами никак не справится с глобальным потеплением, на саммите все же удалось договориться по трем ключевым инициативам. 114 государств подписали обязательства по прекращению вырубки лесов к 2030 году. Свою подпись под документом поставила и Бразилия, где в последние годы от пожаров и вырубки пострадали огромные площади тропических лесов. Еще одно соглашение – декларация о сокращении выбросов метана на 30% к 2030 году. Ее подписали свыше 100 стран, включая США и Мексику, но не поддержали Китай, Иран, Индия и Россия, входящие в десятку крупнейших производителей этого газа. Также больше 40 стран пообещали в Глазго отказаться от угля до 2030 года. В их числе Польша, Вьетнам и Чили – одни из основных потребителей этого топлива в мире. Однако мировые лидеры по использованию угля – Австралия, Индия, Китай и США – подписывать такой договор не стали. Заявления, под которыми подписались лидеры – это реальные заявления, которые, как мы надеемся, воплотятся в жизнь. Есть возможность присоединиться и другим странам. Если перефразировать, то Париж обещал о Глазго выполнить. И да, я понимаю все недовольство и чаяние людей, выступающих за экологические изменения. Реальные изменения. Впрочем, недовольных медленным решением эко-проблем оказалось немало. Десятки тысяч человек в Европе, на Филиппинах, в Южной Корее, Индонезии устроили акции протеста в рамках глобального дня действий за справедливость в отношении климата. Ключевой стала демонстрация в самом Глазго. Там ученые в знак протеста заковали себя в цепи, а в Мельбурне даже провели постановочные похороны коалы. Эксперты и эко-активисты Вадим Голос отмечают, что принятые на саммите меры в реальности далеки от действий, которые необходимо предпринять, чтобы ограничить рост глобальной средней температуры в пределах полутора градуса по Цельсию. О такой цели, напомню, 196 стран, включая Казахстан, договорились во время Парижской конференции в 2015 году. За последние 40 лет деятельность человека уже привела к повышению средней температуры на планете на один градус. Поэтому усилия по сдерживанию роста этого показателя едва ли выполнимы. С нынешними темпами промышленного развития к 2100 году на Земле глобальная температура может увеличиться на 4 градуса по сравнению с доиндустриальной эрой. Это фактически апокалипсис. Чем страшны изменения климата и как будет выглядеть наше будущее на планете Земля, в этом разбиралась Алия Сыздыкова. Незрелые плоды кактуса – главное пропитание жителей этой деревни. Они одними из первых на планете стали жертвами климатических изменений. Сильнейшая за последние 40 лет засуха привела к голоду на острове Мадагаскар. По данным Всемирной продовольственной программы, 30 тысячам мадагаскарцев нечего есть. Еще один миллион страдает от недостаточного питания. Это то, что мы едим. Это все, что едят люди в деревне, потому что прошло 5 лет с тех пор, как в последний раз шел дождь. У тех, у кого были стада зебу, их больше нет, потому что они продали весь свой скот. Посмотрите на наши посевы. Там не растет ни одного листа. Есть только песчаные ветры. На Африку приходится всего 3% мировых выбросов углекислого газа. Но именно этот континент ученые считают наиболее уязвимым к глобальному потеплению. По данным экспертов по климату, юг материка нагревается в два раза быстрее, чем вся планета в среднем. Из-за засухи, из-за песчаных бурь – это новое явление, которое проявилось само по себе в последние пару лет. Нет сельхозпроизводства, стремительно растут цены. У людей нет еды и денег, чтобы иметь доступ к продовольствию. Растут показатели недоедания. Эти люди не внесли свой вклад в изменение климата, но они платят, вероятно, самую высокую цену. За тысячи километров от Мадагаскара на юго-востоке Афганистана похожая ситуация. В районе Мугор дождей не было 2 года. Если раньше воду качали с глубины 5 метров, то сейчас приходится бурить до 80 метров. 15 лет назад в каждом доме в этой деревне было больше 100 голов крупного рогатого скота – овец и коз. Мы обычно брали их на выпас в горы. Там было изобилие травы и пищи. Но теперь даже трава высохла. Мой скот умер. Я не могу позволить себе кормить животных. Климатическая катастрофа коснулась примерно половины населения страны. И дальше ситуация будет только ухудшаться, предупреждают эксперты ООН. Глобальное потепление – это не наше с вами будущее, а самое, что ни на есть, настоящее. В прошлом пандемийном году в атмосферу было выброшено около 40 миллиардов тонн углекислого газа. Примерно половину этого объема впитали леса, мировой океан. Но вот остальное осталось в атмосфере. И здесь у нас с вами две большие проблемы. С одной стороны, почва и вода сейчас как никогда насыщены углекислым газом. А значит, их способность абсорбировать будет только снижаться. С другой, закисленный воздух быстрее нагревается и сильнее удерживает влагу. То есть, по сути, земля превращается в гигантскую пароварку. Эффект теплицы на планете распределяется неравномерно. Арктика, Африка, Южная Америка, Юго-Восточная и, внимание, Центральная Азия находятся в зоне ускоренного потепления. Там, где климат засушливый, как, к примеру, в Казахстане, влаги будет все меньше и меньше. Там, где климат влажный, ученые прогнозируют частые наводнения. И даже если по мановению волшебной палочки на Земле в один миг остановить все выбросы СО2, деградация климата будет длиться по инерции еще несколько десятилетий. Мне сказали, что сегодня 110 лидеров собрались вместе, представляя более 85% Мирового лесного фонда. Они взяли на себя знаковое обязательство работать вместе, чтобы остановить и обратить вспять обезлесение и деградацию земель к 2030 году. Не просто остановить, а повернуть вспять. И это означает, что больше лидеров, чем когда-либо прежде, подписались в защиту наших лесов. Всемирная конференция КОП-26, проходящая сейчас в Глазго, может стать шансом замедлить деградацию климата. Но для этого нужно, чтобы принятые на ней решения воплотились в жизнь. К сожалению, обещания, данные 5 лет назад в Париже на КОП-21, так и не исполнились. Вкратце, сценарий на выживание для нас на глобальном уровне выглядит так. Сокращение всех возможных выбросов, сохранение и приумножение лесов. По расчетам швейцарских ученых, к существующим на Земле почти 3 миллиардам гектаров лесов нужно озеленить еще 900 миллионов. При этом каждый из нас может внести свой вклад в спасение. Нужно лишь потреблять разумно и сажать деревья. Алия Сыздыкова, Руслан Умержан. Специально для программы «Мир» из Парижа. На этой неделе Россия и Беларусь приблизились к созданию так называемого «Союзного государства». Это такое межстрановое объединение с интегрированными валютными системами, общим платежным пространством и миграционной политикой. В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ России и Беларуси и подписали соответствующий документ. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я. Такое, казалось бы, стратегически важное подписание для обеих сторон прошло в онлайн-формате без личной встречи двух президентов. Договор о создании «Союзного государства» был заключен еще в 1999 году, но из интеграционных процессов смогли реализовать лишь единое таможенное пространство и зону свободной торговли. И только на этой неделе были утверждены 28 отраслевых союзных программ, а также обновленная военная доктрина и концепция миграционной политики. Власти стран называют подписанные документы сближением и гармонизацией в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве, а также на формирование единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Все пункты соглашения долгое время не озвучивались и были опубликованы лишь в сентябре этого года. На онлайн-встрече прозвучали и новые предложения от лидеров двух стран. Александр Лукашенко заявил о необходимости создать единый медиахолдинг, а Владимир Путин высказался о возможности подготовить и отправить одного белорусского космонавта на Международную космическую станцию. Тем временем госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью одному из российских телеканалов заявил, что разрабатывается символика государства. Если это будет не герб, то какой-то союзный символ, заявил политик. К сожалению, по многим направлениям этой интеграции мы на постсоветском пространстве отстаём. Мы не используем в полной мере те возможности, те конкурентные преимущества, которые достались нам ещё со времён Советского Союза. Имея в виду общую инфраструктуру, общую энергетику, русский язык, который является объединяющим и позволяет нам легко общаться друг с другом. Но по линии строительства союзного государства мы продвинулись, конечно, дальше, чем по другим трекам, конечно. Отмечу, интеграционные процессы России и Беларуси ускорились на фоне массовых протестов после президентских выборов в 2020 году. Тогда Москва поддержала Александра Лукашенко. Ранее, ещё до выборов, в Минске проходили несанкционированные акции против углубленной интеграции с Россией. Что дальше? К чему может привести углубленная интеграция Беларуси и России? Если оппозиция называла создание союзного государства угрозой национальному суверенитету, то власти считают это объединение уникальной моделью, благодаря которой обеспечиваются равные права беларусов и россиян и углубляется экономическое взаимодействие. О возможных вариантах развития событий рассуждение политолога Газиза Абишева в рубрике «Что дальше?» Пакет интеграционных документов в рамках союзного государства, безусловно, привязывает Беларусь к России очень крепко. Означает ли это, что уже в ближайшие годы Беларусь окончательно потеряет свой политический суверенитет и присоединиться к России? Не обязательно. Вполне возможно, что Россия будет потихоньку обвивать Беларусь все новыми кругами удавьих объятий. И вот единый миграционный рынок, единая военная стратегия, и дальше единая охрана границы и все новые и новые интеграционные документы. Но формально у Беларуси будет оставаться политический суверенитет до тех пор, пока не останется совершенно никакого реального. И так будет происходить, Беларусь будет все глубже погружаться в Россию. И в какой-то момент функционально, в реальности, Беларусь уже по тому, как работает экономика, по тому, какие компании работают, как ведется хозяйственная деятельность, будет неотличима от субъекта Российской Федерации. Однако же для России это никакой проблемы составлять не будет, потому что полностью подконтрольное государство и регион в геополитическом смысле не сильно отличаются. Главное, что Беларусь не ушла на Запад. И потом уже это можно будет отложить на 10 лет, окончательно размыть самостоятельное государственное мышление беларусов, в первую очередь государственного аппарата и силовиков. И через 10-15 лет уже можно поднять вопрос о конфедерации или вступлении в состав России в качестве члена федерации. В этом смысле говорить о формальном лишении суверенитета необязательно, необходимо смотреть, теряет ли Беларусь реальный суверенитет и реальную независимость. При полноценной реализации этого пакета соглашений из 28 соглашений, конечно, экономическая независимость и самостоятельность Беларуси заметно снизится. Ситуация в Афганистане стала причиной ускорения поставок оружия из России в Казахстан. По сообщению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, контракты, запланированные на 2022 год, уже выполнены. В нашу республику с опережением ушли самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35М, зенитно-ракетные комплексы БУК М2Э, а также бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А. Отмечу, что решение о наращивании или сокращении поставок принимает покупатель. Казахстан с января по август 2021 года купил российского оружия на сумму 35 миллионов 600 тысяч долларов, сообщает российский канал РБК со ссылкой на данные статистики Федеральной таможенной службы. Поставки также ускорены в Узбекистан. В соседнем государстве потратили на эти цели около 12 миллионов долларов. Ранее в августе глава российского генштаба Валерий Герасимов заявлял, что Москва увеличила поставки вооружения странам Центральной Азии из-за террористических угроз. В Афганистане тем временем продолжается финансовый кризис. Для расчета внутри страны официально запрещено использовать иностранную валюту. Согласно последнему заявлению Центрального банка, клиенты теперь могут снимать со своих счетов до 400 долларов в неделю, но использовать наличные только в Афгани. Жители, однако, жалуются на отсутствие сбережений в стране. В несколько раз выросли цены на продовольствие. По прогнозам МВФ в этом году экономика страны сократится на 30%, что приведет к миграционному кризису. Пришедшие к власти представители движения «Талибан», запрещенного в Казахстане, пока не предприняли действий для улучшения экономической ситуации. Однако на неделе занялись чисткой в своих рядах. Движение изгнало из членства около 200 человек. Причина – злоупотребление должностными полномочиями. Решение было принято специальной комиссией, созданной из сотрудников силовых ведомств. Процесс очистки от коррумпированных и недостойных по заявлению нового органа продолжается. Вы смотрите программу «Мир» и вот о чем мы расскажем дальше. Заблокировали, разблокировали. Свобода слова по-узбекски или попытка взять интернет под контроль. Расскажем, как в соседней республике ограничили доступ к самым популярным соцсетям. Европа снова может столкнуться с масштабным миграционным кризисом. Мы покажем специальный репортаж с польской границы, где прямо сейчас находятся сотни нелегалов из Ирака, Сирии и Афганистана. Как выживают беженцы? Новый миграционный кризис грозит Евросоюзу. Германия и Польша всеми силами пытаются остановить наплыв беженцев. Мигранты из Ближнего Востока и Северной Африки идут въезд по новому маршруту, теперь из Беларуси. Только в октябре границу хотели незаконно перейти 5000 беженцев. В организации нелегальной миграции Евросоюз открыто обвиняет Александра Лукашенко и угрожает ужесточить санкции. Тем временем сотни людей остаются на приграничной территории и непонятно, что с ними будет дальше. Наш корреспондент Шулпан Нейманбаева отправилась в лагерь беженцев и попыталась понять, что движет нелегалами и как с проблемой намерены справляться европейские власти. Справа от меня находится Польша, а уже слева Германия. Вот так выглядит граница между двумя государствами. Здесь нет полицейских или пограничных кордонов. Машины тоже никто не проверяет. Чаще всего беженцы переходят в Германию по этому мосту возле городка Франкфурт на Одере. Но прежде чем попасть сюда, мигранты преодолевают множество препятствий. Ханит – один из тысяч беженцев, который смог добраться в Германию по белорусскому маршруту. В Йемене, откуда он родом, мужчина работал супервайзером на фабрике. Но из-за войны на родине был вынужден бежать. Ханит рассказывает, что путь в Европу оказался сложным и рискованным. Сначала он добрался в Саудовскую Аравию, затем прилетел в Беларусь. Сразу из аэропорта он и другие мигранты отправились к границе с Польшей. И тут начались самые большие трудности. Сложнее всего было попасть из Беларуси в Польшу. Там много солдат. Польские пограничники никого не пускают через границу. А белорусские постоянно оттесняют границы. Там очень густые леса. Нам приходилось прятаться. Мы голодали, воду приходилось пить из-за реки. И, конечно, погода уже очень похолодала. Если нет теплой одежды, можно погибнуть. 15 дней мы пробыли в лесу. Но в какой-то момент мы смогли перелезть через ограждение. Большинство мигрантов, ищущих убежище в ЕС, это граждане Ирака, Сирии и Афганистана. Только в прошлом месяце в Германию попали 5000 человек. Это в два раза больше, чем в сентябре. Как рассказывают сами беженцы, добраться в Европу стоит недешево. До 15 тысяч евро с человека. Сюда входит получение белорусской визы и перелет. До 2500 евро могут обойтись услуги перевозчика. В нелегальной миграции участвуют множество контрабандистов. В грузовиках и машинах они готовы доставить людей как в Польшу, так и в Германию. Ну а те, у кого нет таких денег, идут пешком. По наводке свидетеля мы узнали, что недалеко от автобана стоит брошенный грузовик с большим количеством людей. Почти 30 человек. Мы немедленно выехали. Это оказались мигранты. Водитель сбежал, а беженцев мы задержали. Почти 170 человек задержала полиция. Это те люди, которые в своем транспорте перевезли мигрантов. И таких случаев в Польше все больше. Всех нелегалов из приграничной зоны доставляют в этот лагерь в городе Айзенхютенштадт. Мигранты тут пробудут, пока власти рассматривают их статус. Ханец здесь уже пять дней. Условиями он доволен. Есть и еда, и одежда. Теперь он надеется получить убежище в Германии, чтобы начать жизнь с нового листа. В лагере все хорошо. Нас бесплатно кормят, дают одежду. У каждого человека, у каждой семьи есть крыша над головой. Конечно, я очень скучаю по своей семье. Но в Йемене идет война, поэтому я сбежал. Тут, в Германии, я готов работать на любой работе. Я знаю арабский и английский. Готов выучить немецкий. Я очень надеюсь, что Германия даст мне убежище и разрешит перевезти близких. Поток нелегальных мигрантов не прекращается. В Польше заявляют, в транзите беженцев непосредственно участвуют белорусские пограничники, подвозя людей к границе на автобусах. А в некоторых случаях, якобы разрезая ограждения, помогают беспрепятственно попасть на другую сторону. Бороться с новым миграционным кризисом Евросоюз намерен двумя способами. Оказывая давление на правительство стран, откуда идут беженцы, а также угрожая аннулировать лицензии авиакомпаний, участвующих в перевозке мигрантов в Минск. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар, 24, Германия. Вновь неутешительная мировая ковидная статистика. Новый всплеск инфицирования фиксируют в Западной и Восточной Европе. В отношении непривитых с понедельника вводит ограничение Австрия. Для доступа в общественные места гражданам теперь необходим сертификат о вакцинации или справка о перенесенном заболевании. Также только переболевших, привитых или людей со свежим отрицательным ПЦР-тестом пускают в общественные места Германии и Чехии. Страны опасаются скорой перегрузки отделения реанимации. Франция пошла еще дальше и решила применить санитарные паспорта до середины лета 2022 года. Новый всплеск в стране связывают с необходимостью срочной ревакцинации. Ослаблять меры перед рождественскими каникулами билет в прошлогодний плачевный сценарий, считают большинство депутатов. Есть повод для сильного беспокойства. Приближается зима, впереди рождественские праздники, возможность появления новых штаммов, необходимость получения третьей дозы. Все это обязывает нас сегодня быть бдительными и сохранять инструменты, которые нам позволяют ограничить распространение вируса. В России же закончилась так называемая нерабочая неделя, в течение которой действовали ограничения. В Москве официально решили ее не продлевать. Столичные власти связали это с уменьшением числа заражений с 8 тысяч в сутки до нынешних 6 тысяч. За это время, к слову, выросли темпы вакцинации. Если в начале октября прививку делали 5 тысяч человек в день, то сейчас ежедневно в Москве прививаются до 23 тысяч. По мнению местных властей, полный эффект отведения нерабочих дней будет виден через неделю. Многие эксперты же считают, что для перелома ситуации карантин должен был длиться дольше. У нас пока не закрывают, не коснулось. Но я бы лучше дома посидел. Столько народу, посмотрите, погибает. У нас родственников, вот сколько, обязательно надо карантин. Приехала, что сестра умерла. Вот тоже на похороны. Тоже в прививку не поставила. Вакцинация против COVID-19 не только набирает обороты, но и становится шире. Речь об увеличении категории людей, которым рекомендована прививка от инфекций. Все больше стран приступили к иммунизации детей, беременных, женщин и пожилых. Коста-Рика пошла дальше всех и стала первой в мире страной, где ввели обязательную вакцинацию от COVID для детей от 5 до 11 лет. Иммунизация этой возрастной группы начнется в марте 2022 года. Детей такого же возраста с начала ноября разрешили вакцинировать в США. Маленьких американцев прививают препаратом от Pfizer-BioNTech, ранее показавшим эффективность применения на детях. Они получают полноценные две дозы с интервалом в три недели. А вот совсем малышей от трех лет прививают от коронавируса в Колумбии и Китае. И те, и другие получают препарат китайской компании Sinovac. На этой неделе в Узбекистане то ли по ошибке, то ли, как говорится, чтобы прощупать реакцию, заблокировали самые популярные социальные сети. В момент пользователям стали недоступны одноклассники, Facebook и Telegram. Но блокировка продлилась совсем недолго, и уже через пару часов жители Узбекистана смогли обновить свою ленту. О ситуации узнал президент Мерзиёев, и, судя по реакции его пресс-секретаря, остался недоволен своими подчиненными. Что произошло, и чем живут социальные сети Узбекистана в материале Дамира Абуова. Ты тоже тут не останешься. Всё, поехали. Так узбекские пользователи высмеивают ситуацию с доступом в интернет. На неделе в стране заблокировали социальные сети. Не работали, в частности, Facebook, Telegram, YouTube и Instagram. Согласно местному законодательству, компании должны хранить данные граждан на серверах внутри республики. Понятное дело, что ни одна социальная сеть это не воспринялось её. Получается, заблокировали всех, потому что никто не выполнил условия. Постараюсь не материться, но это был шок. Это был шок. Я сделал несколько посток на эту тему. Вспомнил слова президента, то, что он обещал, что никакого ограничения не будет. То, что блокировка – ответ на бездействие соцсетей, узбекские власти официально не говорят. Напротив, своих должностей лишились глава надзорного ведомства и министр по развитию информационных технологий. Их шаги в администрации Мерзиёева назвали непродуманными. Я уверен, что сотрудник, который там работает, сам по себе не может просто взять и заблокировать социальные сети. Он получает от кого-то указания. Окей, вот Telegram установил свои серверы. И таких специалистов нет, которые могут разобраться с этим. Ну, то есть понять, что это такое. Разрезать вот этот провод, который соединяет нас с развитыми странами, с внешним миром – это очень глупо. Тем более, что сам президент Узбекистана, судя по СМС-рассылке, активный пользователь популярных сервисов. В Инстаграме имеет почти 4 миллиона подписчиков. В свое время власти пытались создать отечественные аналоги социальных сетей. Но ничего хорошего из этого не вышло. В большинстве своем узбекистанцы пользуются Телеграмом. Другие платформы, конечно, тоже в тренде. Но блогеры признаются – качество контента оставляет желать лучшего. Узбекский контент на самом деле отстает от, допустим, наших друзей-казахов. Мы активно следим за вами. И на голову вы выше нас. И мы это признаем. И это круто. Для нас это мотивация. Много блогеров, много недоблогеров. Но я думаю, что это везде такое. Я думаю, что наша проблема – то, что мы не поддерживаем своих. Ютьюберы говорят, последний сбой сильно сказался на охвате аудитории. Упали просмотры, количество лайков, за которыми гонятся авторы каналов. Темы блогеры и вайнеры поднимают самые разные. Ощущение, что их творчество в чем-то ограничено – нет. Насколько исправно будут дальше работать социальные сети в Узбекистане, остается только догадываться. Закон о персональных данных никто не отменял. Была ли это неудачная попытка взять интернет под контроль, тоже никто не подтвердит. Однако трехчасовая блокировка показала, что оградить от внешнего мира всех граждан нереально. Проблемы со связи научили многих с помощью VPN-сервисов быть всегда онлайн. Домирабов и Риадшони. Специально для программы «Мир». Таким был «Мир» на этой неделе. Увидимся в следующее воскресенье.